Я предлагаю перейти уже дальше, вот к Рамзану Кадырову, который тут на днях, этой ночью он опубликовал новый пост о семье бывшего судьи Янгулбаева, в котором назвал террористами правозащитника Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. У меня для начала вопрос вот какой. Как вам кажется, какую роль Рамзан Кадыров играет в российской политике? Ой, ключевой роль, безусловно, играет, да, это тот как раз фигура, без которого довольно сложно мыслить современную российскую политику. Ого, ничего себе! Ну, потому что представьте себе, что его нет, да. Мы можем смотреть на небосклоне как бы всех региональных как бы лидеров в России, и мы понимаем, что Путин может уволить любого из них в любой момент за исключением одного единственного человека. Но раньше было еще там парочку, да, сложно было Шаймиева уволить, сложно было Тулеева уволить. Ну, вот с ними получилось, а вот такая зависимость обоюдная Кадырова от Путина и Путина от Кадырова остается. И от этого вот довольно такой там шокирующий, на мой взгляд, все-таки не российский, западный взгляд, да, довольно шокирующее поведение человека, которое, ну, явно действует в рамках своих каких-то там понятий, каких-то своих договоренностях с Путиным, с Кремлем, с администрацией президента и с кем угодно, но которое уж там тошно не живет по тем же правилам, которые действуют для других политиков, губернаторов в стране. А это почему так? Потому что у Кадырова есть санкция на применение насилия или почему-то по-другому? Ну, во-первых, очевидно, да, что вот эта монополия насилия, которая должна быть у любой власти, она разделена в том числе с той ветвой властью, если будем так считать, которая контролирует Кадыров. С другой стороны, вот это, конечно, происходило не случайно, да, то есть какое-то ощущение, наверное, было в Кремле и понимание, что вот мир в Чечне и на Кавказ в целом легче обеспечивается именно с Кадыровым, чем без него. И отсюда как раз и зависимость самого Путина от Кадырова. Но, опять-таки, это зависимость обоюдная, да, то есть Кадыров не может себе позволить, чтобы Путина не было, потому что тогда он становится угрозой для любого премника и должен либо как-то оказаться в Кремле, либо, чтобы быстро оказаться в пределах нашей страны. То есть, подождите, я правильно понимаю, что вот эта вот идея, которая прозвучала, по-моему, из уст Елены Милашиной или Дмитрия Муратова, я сразу прошу прощения, что сигналом ухода Владимира Путина будет то, что уйдет Кадыров, имеет место? — Имеет, мне кажется. Опять-таки, я не специалист, я учусь у тех людей, которых вы назвали, и других специалистов в региональной политике по Кавказу, которые об этом говорят очень давно. Это очень тесная связка. Если ищете тандем, это все-таки не Путин Милавидев, а Путин Кадыров. — Ого! Ничего себе! Понятно. Ну, то есть, получается, что они такие диаскуры, кастеры Полидев, которые не могут друг без друга. У нас две минуты остается, но я все-таки этот вопрос задам. Вы сказали про то, что монополия на насилие разделена, получается, между Путиным и Кадыровым, или хотя бы на территории Чечни. Но это же опасная история. — Не только. — И не только. — Конечно, это опасная история. Конечно, это опасная история. Но если на то пошло, я не считаю, что Путин какой-то неумный человек. Если на то пошло, тогда пошло, наверное, по каким-то причинам. Потому что другой вариант — это как раз отсутствие монополии власти на Кавказе. По крайней мере, так выглядело в начале путинского правления. Возможно, какие-то просчеты проходят наверху. А потом, ну, может быть, как от этой ситуации отделаться. Но, опять-таки, себе дороже, пока она работает. — Пока работает, но надо, конечно же, понимать, что в какой-то момент кому-то придется принимать решение о том, чтобы с Кадыровым прощаться. И как это делать, непонятно. Это же мина за медленного действия, исходя из того, что и вы сказали, как мне кажется. — Да, безусловно. Опять-таки, это ловушка, в которую они себе загнули. Тут очень много ловушек. До сих пор очень сложно себе представить вообще механизм передачи власти от Путина кому бы то ни было. Да, с Кадыровым это усложняет. Но все-таки это постепенный вопрос после вообще вопроса о транзите власти. Продолжение следует...